Керченско-Эльтигенскую десантную операцию никак нельзя назвать забытой страницей истории, но в ее изучении до сих пор сохранились немалые пробелы. Это связано с недостаточным изучением советских документов и недоступностью в прошлом большинства немецких источников. События ноября-декабря 1943 года в районе Керченского пролива отличались крайним драматизмом. Стрелка весов неоднократно колебалась от поражения к победе. Еще не написана полная и полноценная история одной из самых важных и переломных операций Великой Отечественной войны. Хочется особо отметить в захвате плацдарма роль штрафников. По-разному попадали в штрафбатальоны, штрафроты, но сегодня мы должны вернуть имена этим штрафникам, потому что благодаря их героизму и подвигу, проявленных вместе с остальными воинами, плацдарм в первые часы боя был захвачен. Преодолев минные поля, захватив доты, дзоты, захватив высоты, господствующие над поселком Мальтиген. Наши десантники к концу 1 ноября захватили плацдарм шириной полтора километра и длиной три километра. Сегодня нам кажется, что это маленький плацдарм, но это был плацдарм огромного мужества. Об этих героях мы узнаем из воспоминаний самих десантников, мы узнаем из бесед оставшихся в живых, тех, кого сегодня уже единицы. Архивные документы говорят о том, что к концу 3 ноября 1943 года на плацдарм в районе Мальтигена было высажено 9 418 воинов, доставлено 39 орудий и 28 минометов. Хочу сказать о том, что очень большие потери десант понес непосредственно в проливе, потому что как на ладони, с высот, с береговых укреплений немецких, велся огонь и в упор расстреливались наши суда, подошедшие к берегу, наши десантники, выпрыгнувшие в ледяную воду и начавшие бой на песчаном берегу, окутанном в несколько рядов колючей проволокой, заминированным. Массовый героизм, примеры мужества мы узнаем из воспоминаний наших участников эльтигенского десанта. Общеизвестны имена героя Советского Союза Галины Константиновны Петровой, которая первая ринулась на минные поля. Имена Дубковского, Толстого. Высота имени Толстого до сих пор господствует над Эльтигеном, и проезжая отдыхать летом, не каждый из отдыхающих знает, что он проезжает мимо легендарной высоты, Толстого. Подразделение его захватило высоту и не отдавало. Сам Толстов подбил несколько немецких танков. После десанта в Эльтиген остался жив. Очень скромный человек, жил в Московской области и неоднократно приезжал по приглашению города-героя на огненную землю. Мне довелось лично быть знакомым с этим очень скромным человеком, который рассказывал прежде всего о своих товарищах и только потом о себе. Большой подвиг совершили воины 13-31 стрелкового полка, воины из батальона Клинковского. Я назову их имена сегодня. Бурянский, Глушенко, Ход, Шазо, Заболотный, со связками гранат бросились по танке. Тоже повторили воины Гаврилов, Прокопченко, Притуленко и еще один герой, имя которого пока не установлено, из 386-го отдельного батальона морской пехоты. Керченская Эльтигенская десантная операция положила начало окончательному освобождению Крыма от немецких оккупантов. Необходимость операции состояла в том, чтобы оттянуть значительные силы противника с Перекопского направления и не дать ему нанести контрудар по наступающим войскам 4-го Украинского фронта. Захваченная территория была позже использована при освобождении Крыма. Слово «Эльтиген» переводится с крымско-татарского как «край героев». В речи местных жителей этот участок обрел название «Героевка». На этой неделе, в пятницу, 1 ноября состоятся возложения цветов к братским могилам и памятникам в поселке Эльтиген, историческая реконструкция боя 1943 года и открытие после реконструкции музея эльтигенского десанта.